О чем говорят Уважаемые зрители, читатели, слушатели Сиапресс.ру Проект О чем говорят Меня зовут Дмитрий Щелёвсон И Тарас Тамборский Продолжаем разговоры У нас новая тема Она касается концессии теплосетей В городе Сургуте Значит, что произошло за ту неделю Пока мы, когда мы в последний раз Обсудили этот вопрос За это время Поступило новое предложение От холдинговой компании Вектор Она входит в корпорацию СТС Это вот те самые наши Крупные энергоолигархическая структура Которая покрывает и Курганскую область И Менскую область И Ямал И сейчас отчасти Югру Так вот, поступило новое предложение О новой концессии Сейчас пока что Оно находится на этапе Такого предварительного рассмотрения То есть бумаги с подробностями Этой концессии Поступили в Думу города Во вторник Это будет, по-моему, 11 августа Небольшая группа людей Это там три депутата Гужва, Пономарев, Леснова И три чиновника Я не знаю, кто там будет конкретно Вот эта вот небольшая группа Будет принимать решение о том Эту концессию Вот это предложение Его пускать в работу дальше Его разворачивать полностью И вообще о нем не говорить Либо отправлять его на какую-то доработку Для того, чтобы его пересмотреть И направить дальше на обсуждение В городскую думу Насколько я понял Насколько я знаю Насколько я знакомился с материалами И поговорил с теми людьми Которые их изучили Суть концессии По большому счету не изменилась Изменились немного цифры То есть, если раньше нам говорили Что в первые 5 лет В теплосети Сургута В модернизацию будет вложено По-моему, там То ли полтора миллиарда То ли один миллиард То сейчас говорят Это собственных денег Там всего их шесть Сейчас говорят Что будет вложено 6 миллиардов Из них 3 миллиарда Это будет вроде как там кредит Который собираются они взять На который будут развивать наши сети А в целом Там будет как бы 26 миллиардов инвестиций Или 30 миллиардов инвестиций За 26 лет Ну, примерно так То есть, примерный порядок цифр такой И как бы сам принцип концессии Не меняется никак То есть, они немножко увеличили цифры И хотят как бы этим Наверное, подкупить сургутян При этом рост тарифа будет Что-то порядка 7-6% В течение двух лет подряд Это ну, как бы суммы ощутимые То есть, 200-300 рублей в год Совершенно точно В месяц нужно будет платить Что ты думаешь Как это все будет теперь дальше развиваться? То есть, если концессия принципиально не поменялась Поменяется ли к ней отношение у депутатов? Я не знаю, как это будет дальше развиваться Потому что тут приходится только гадать Мы об этом говорили в прошлый раз Я бы хотел видеть, как развивались бы события В этом ключе я очень рекомендую всем к прочтению Последнюю статью на нашем же сайте Сиапресс Сергея Антонова Где он с бухгалтерской калькуляционной точностью Просто расписал всю эту предназуемую концессию И на самом деле там вывод очень простой Концессионеры нам дают свой опыт Сургутяне дают концессионерам свои деньги Вот если отбросить всю пока что демагогию На этот счет То мы увидим, что концессионер предлагает то Что ему не так уж и трудно предложить Ну, потому что компания с большими финансовыми ресурсами Активами, наверное, может хорошо кредитоваться в российских банках Показать возможность этих кредитов Показать, что она будет инвестировать На первоначальном этапе как минимум какую-то сумму И с этим у меня возникает очевидное подозрение Почему взять кредит коммерческой структуре А потом вшить его в тарифы на отпуск тепла Выгодней может быть, чем взять муниципалитету Кредит под госгарантии Такие кредиты всегда дешевле Всегда гораздо дешевле И точно так же вшить это в тариф Но при этом как бы убрав из всего этого уравнения Убрав норму прибыли, которую закладывает бизнес Когда он берет кредиты и создает тарифы Соответственно Вопросов нету Вообще как бы я за то, чтобы бизнес управлял Максимально большим количеством активов И в том числе таким активом, как городские тепловые сети Конкретно в городе Сургуте Я против того, чтобы город Сургут Один из драгоценнейших своих активов Работающих, генерирующих стабильную выручку Я допускаю, что и прибыль Отдавал этот актив практически бесплатно Вот я за то, чтобы были торги И этот актив был выкуплен за реальные баснословные деньги Вот вы продайте этот ГТС И пускай город на полученные деньги Построит театр, городской культурный центр Набережную, 20 школ Я не знаю Станцию, я не знаю Юнатов Закончит парки Перестроит Снесет все эти старые дома Вот когда муниципалитет ведет с потенциальным инвестором Переговоры в таком ключе Они понятны горожанам Собственно я бы так и сделал Я бы сказал, да забирайте в этот ГТС Сколько он стоит Давайте посчитаем Схемы Сразу денег вы не найдете Мы пишем с вами программу Сколько город в течение скольки лет, десятилетий Будет от вас получать эти деньги Пожалуйста А я как город объявляю своим горожанам Через депутатов Там я не знаю, публично Программу реинвестиций полученных средств И все горожане будут в общем-то соучастниками этого процесса И это логично Когда никто из горожан вообще не понимает Зачем город отдает в частные руки ГТС Который исправно работает Который является новым активом Мы об этом тоже говорили И инвестиции в который В этот актив Город в состоянии произвести сам Потому что Сургут это платежеспособный город Который может спокойно кредитоваться И спокойненько подобные проекты решать В этой ситуации вся схема непонятна Если бы консессионер заявил конкретно Город Сургут на свои расчетные счета Получит столько-то миллиардов Десятков миллиардов В такой-то период срок А город Сургут после этого бы сказал А мы потратим эти деньги Потому что это дополнительный источник дохода Это вне бюджета Вот на то-то, то-то и то-то И город бы Сургут закрыл Какие-то важные для своего развития вопросы Вот это была бы общественная Общественно значимая и всеми понимаемая программа Кстати говоря Тот же самый инвестор Те же самые бенефицары Больше 15 лет назад Я не помню Когда бы выкуплен Было выкуплено муниципальное предприятие Горэнерго Не помню год Или 99-й Или 2000-й Что-то такое Может быть даже уже и больше чем 15 лет назад Вот То есть тогда была конкретная сделка У города было выкуплено Это муниципальное предприятие Вот самими Этими же самыми людьми Не знаю как тогда называлась Эта компания Но как бы Да-да-да И конечно бенефицары Те же самые Вот Тогда это все происходило на моих глазах Это я видел с близкого расстояния Реально город получил На расчетный счет Ну там другой вопрос Что аж 300 миллионов рублей Как бы Которые тут же в декабре Ушли на выплату Очередной заработной платы бюджетникам Но я говорю про принцип То есть это была физическая сделка Понимаете Вот То что она была занижена кратно Как бы это другой вопрос Но тем не менее Люди купили Все Вопросов нету И по большому счету Нету никаких вопросов Что сейчас из себя представляет Горэнерго Качество услуг Там этого предприятия СГЭС вернее В целом и в общем устраивает Горожан Как бы в городе нет дефицита Электрической энергии Что раньше наблюдалось Плошь и рядом Все В частных руках Все Баба с возу И там Как это Вот И вот Вову Вот Поэтому вопрос концессии Он обоснован Вопрос передачи Тех или иных Муниципальных активов В частные руки Обоснован Это прекрасно Но Та процедура Которую сегодня Навязывают Депутатам И сургутским властям Мне лично Представляется Неинтересной Для города И не очень Эффективной С точки зрения Городских интересов И не более того То что концессионер Заработает на этом И модернизирует Что-то Вероятно Но Все-таки В таком вопросе Существует еще Интерес города Правда Вот сколько денег Город получит И во что Эти деньги Могут быть инвестированы Кроме выдачи Зарплаты бюджетникам Да Да Ну мы будем За этим следить Это будет одна Из наших центральных тем Я думаю Вот на неделе И поэтому Читайте все это дело На себя прессе Мы завершаем Этот блок Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Для того Чтобы Там Мы больше Всего хорошего Делали И переходим К следующему Видео Ссылка Будет Скоро В описании